Вот они пошли, да? Вот это еще, так скажем, вот сейчас шести особенно начнется. Ольга Бельков в поселке Кряс живет уже больше полувека. Женщина застала застройку частного сектора и его преображение. Рассказывают, в 70-х годах, когда она была ребенком, здесь появилась дорога, которая за эти годы пришла в негодность. Параллельно ей в Куйбышевском районе сейчас ведется строительство новой развязки, из-за чего в часы пика образуются пробки. В Куйбышевском районе предприимчивые водители, в том числе и большегрузов, объезжают заторы через частный сектор, что сильно мешает жителям. Как следствие, пыль и грязь, которые летят в окна, говорят жители. Кроме того, большегрузы разбивают грунтовую дорогу. Все лето и осень, значит, грузовые автомобили, полные груза, там по 20 тонн объезжают через частный сектор пробки ежедневно. Поднимают просто тучи пыли, разбивают дорогу. И просто, на мой взгляд, можно поставить на какое-то время регулировщиков, чтобы они запрещали въезд к грузовым автомобилям, то есть не по служебным надобностям, а тем, кто просто объезжает пробки и как-то ужесточить эту меру. Помешать большегрузам могли звукоизолирующие экраны, которые предусмотрены проектом. Однако жители высказались против их установки. В случае появления экранов им придется делать большой крюк, чтобы свернуть в частный сектор. Обсудить с жителями изменения проекта приехали министр транспорта Самарской области и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Они просили изменить проект строительства дороги и, в частности, убрать шумовые барьеры. Мы отработали это министром транспорта и сегодня на месте с министром транспорта, с коллегами из других органов власти рассказали людям о тех изменениях, которые будут. Да, Минтранс готов отказаться от установки шумозащитных барьеров, если для людей это действительно важно. В следующем году будем просить город отремонтировать дороги, которые сейчас грунтовые пострадали. Новая дорога – продолжение Фрунзенского моста. Ее протяженность составит более 7 километров. Изначальный проект не предполагал с нее съездов к домам, но жители попросили их сделать. Мы видим, открыв движение, насколько облегчилась ваша коммуникация с городом, соответственно, Куйбышевский район и центральной части города. В дальнейшем будет 6 полос движения от моста до перекрестка с федеральными дорогами, где в районе Утевской, 6 полос движения. В дальнейшем по путепроводу мы идем на эту сторону, в данный момент, где мы находимся. Граница строительства у нас, граница городского округа Самара. На этом этап заканчивается, дальнейшем мы проектируем. Все пожелания жителей при строительстве автомагистрали учтут, но от барьерных ограждений отказываться не будут. Это необходимая мера, которая обеспечивает безопасность участников движения. Для удобства жителей в четырех местах дороги будут организованы места для разворотов и съезды. Мария Левина, Николай Епифанов, События.